В России, да и во всем мире, начнется День влюбленных. Празднуют ли ульяновцы этот день? Что они дарят друг другу? И празднуют ли они Российский День влюбленных? День Петра и Февронии? Подарю цветы жене любимой, проведу семейный праздник. Да нет, сейчас уже в моем возрасте. Нет, не праздную. Вообще, конечно, наверное, просто подарю букет цветов и какой-то чисто символический подарок. А так, наверное, нет. Ну, тоже будем на работе, она будет на работе, я буду на работе. Ну, некогда. А летом есть российский такой эквивалент этому празднику День Петра и Февронии. Празднуете ли и вообще знаете ли о нем? Знаю, но не празднуют. Сдыхаем, собираемся вместе. Дарим подарки, что мы еще дарим. А есть такой российский эквивалент День Петра и Февронии. Знаете ли о нем и празднуете ли его? Есть, но не празднуют. Только есть и родители. Что дарим за ручку? Ну, день и каплю, там какие-нибудь украшения, маме дарю, папе часы, допустим. Ясно. А скажите, есть такой российский эквивалент День Петра и Февронии? Его празднуете? Нет, нет. Я взрослый не русский, я не знаю. Я не считаю это праздником, поэтому не праздную. День Петра и Февронии, ну, как День Любви и Верности, да, да. Я бы не сказала, что мы прямо отмечаем, но можно. Ясно. А как? Что дарите? Ну, в основном цветы. Поэтому и получаю в основном цветы, потому что все-таки это не такой огромный праздник, как День Рождения, там, 8 марта, 23 февраля. Вы знаете, мне кажется, не нужен особенный повод для того, чтобы порадовать любимого человека. Будь то День Святого Валентина, годовщина свадьбы, День Рождения, повод вашей, там, первой встречи и так далее. Поэтому особого значения я не придаю дате, а именно тому, что я буду вкладывать, какой смысл я буду вкладывать в этот праздник. По-разному бывает. Когда отмечаем, если время есть, когда нет. День Петра и Февронии я считаю за праздник, а 14 февраля я не считаю за праздник. Почему? Ну, потому что он изначально не русский, не православный, пришел к нам с запада. Но если почитать историю, возле этого праздника, ну, не знаю, насколько вероятно, то его вообще не стоит праздновать. Ну, я думаю, нам, жителям России и как православным людям, все-таки 8 июня, это день ближе. И мне кажется, что День Ревленок все-таки больше для студентов подходит, для такого более молодого, юного возраста. Вряд ли, наверное, буду праздновать, хотя, может быть, кто-то поздравит. 14 февраля я не буду праздновать, потому что мне не с кем, а так с удовольствием праздновала бы. Ближе к 14 февраля, конечно. Празднуем. Как празднуете? Что дарите? С размахом. Начинаем с открыток, заканчиваем какими-то мелкими приятными подарками. Ну, что, экспромт. Пока не могу сказать точно, что будет, но будет. Редактор субтитров А.Семкин